Я лично слушать буду с особенным вниманием и трепетом. Все, Кристина. Спасибо большое за представление. Всем привет, как Игорь уже сказал, меня зовут Граненко Кристина. И чуть более года назад я и мои партнеры открыли практически параллельно два ресторана. Это вьетнамскую бестерномию Чанг и грузинский ресторан Чичико. Поэтому сегодня я поведаю вам о сложностях вьетнамского перевода и трудностях грузинского характера. Я работаю в ресторанной сфере уже более 8 лет. С 2010 года мне понадобилось срочно найти работу с посменным графиком. Так как я заканчивала торгово-экономический университет ресторана «Отельный бизнес», подумала, что легче всего мне это будет сделать, найти работу в ресторанах. Опыта у меня не было, но я создала, так сказать, виртуальное резюме, где написала, что я и пионер вожатой была, и в школьной столовой работала, и в сезон в Крым ездила. И чудом меня занесло в крутой бельгийский пивной ресторан «Ле Космополит» на позицию администратора. Там я, по сути, и познакомилась со своими будущими партнерами Ириной Кушнирской и Стивом Котенко. Ира на тот период была моим директором, и они со Стивой, по сути, меня и влюбили в ресторанный бизнес, научили вкушать вкусно, пить много иногда. Но благодаря этому меня так и понесло по этому течению. Ира увидела, что мне, наверное, стало маловатое место в Космополите, отпустила меня. И в 2013 году я открывала в качестве управляющего грузинский ресторан «Чачапури». С этого, по сути, и начался весь грузинский тренд. После нас открылись такие известные рестораны, как «Шати», «Гоги», «Хмели Сюнели». И в 2015 году я уже открыла ресторан «Мама Манана». Потом у меня был главный проект, наверное, в моей жизни. Родила ребенка. И на третьем месяце декрета позвонила Ира и сказала, хоро сидеть дома. Надо открывать рестораны, но уже не в качестве управляющих, а в качестве собственников. Делать так, как мы любим, знаем и умеем. Но без жестких рамок со стороны учредителей. Таким образом, у нас родилась идея под наш первый ресторан. Это грузинский ресторан «Чачаку». Но когда мы приехали, на самом-то деле, смотреть помещение под грузинский ресторан «Чачаку», что-то мне казалось, что совсем рядом есть еще одно свободное помещение. Оно было чуть меньше. И в этот период я, безусловно, вспомнила о моем друге еще со студенческих годов, Ян Гуен. Это четвертый участник нашего суперколлектива, который на тот период работал шефом в арене, в четырех ресторанах. И так как он чудом судьбы оказался наполовину вьетнамцем, мы длительный период уже с ним обсуждали о том, что Киеву не хватает какой-то точки, возможно, уличной еды с вьетнамской едой. Значит, нас впечатляли многие примеры мировые, по типу в Сингапуре открыли точку уличной еды и, торгуя просто рисом и курицей, я догадываюсь, что балдежно вкусным, получили звезду Мишлен. Или же наоборот, звездный шеф с Парижа сбежал в Стамбул и открыл бургерную баста, скажем так, в не самом популярном районе. Ну и к тому периоду в Москве на Даниловском рынке уже завоевал дикую популярность легендарный СУП-ФО. Поэтому мы догадывались, что абсолютно скоро этот тренд докатится и до Киева. Вот, ФО на Даниловском рынке. Мы придумали с Яном какой-то такой симпатичный формат, как нам казалось. Это такой контейнер, который можно где-то установить. Он будет абсолютно автоматическим, раздвижным, все будет подниматься туда-сюда. То есть днем он раскладывается, у тебя получается посадочка снаружи, а вечером это все компактно упаковывается внутрь. И такой фургончик себе, контейнер 20-футовый или 40-футовый остается. Даже записались на прием к заступнику нашего мэра Володимира Клычка. Но нам сказали, что слушайте, на каких-то крутых локациях по типу Троицкая или Почтовая площадь вам никто не даст установить законно такую штуку. А участвовать просто в каком-то фестивале уличной еды или арендовать точку на каком-то существующем футхоле, ну, нам было как бы маловато. В общем, поэтому у меня абсолютно сошелся пазл, когда мы увидели это второе помещение. Я познакомила Иру с Яном, и со Стивом, и Янчик на домашней моей кухне приготовил свой фобо, ну, и мы все вместе сказали, ну, круто, идем писать бизнес-план. Тем более помещение у нас уже было. Таким образом, у нас и родилась бестрономия Чанг. То есть и не кафе, и не ресторан, какого-то рода бестро в формате бестрономии. Вообще, кто-то знает, что такое бестрономия? Ну, не совсем так. Бестрономия – это французское понятие, которое заключает в себе какое-то гастрономическое блюдо, которое состоит из довольно-таки обычных ингредиентов, то есть неделикатесная какая-то группа, но поданная в современные подачи, с использованием каких-то новых соусов, соединения новых вкусов, но довольно-таки быстро. К примеру, мы в Чанге подаем суп до пяти минут и без удара по кошельку. То есть по крайней демократичной цене, чтобы гость мог, условно говоря, ежедневно тебя посещать. Вот. Поэтому, в общем, формат бестрономии мы поняли, что нам максимально подходит, ну и начали работу над реализацией нашего проекта. Понимали, что в Киеве на этот период с вьетнамской едой практически никто не был знаком. В целом, у жителей Украины единственная ассоциация с Вьетнамом – это конусообразная шляпа, рисовые поля, ну и о еде. Все думали, что это острая азиатская кухня, и едят они вообще там саранчу, гадов, скорпиончиков и тому подобное. Мы, изучив рынок, вообще каких-то поселений, коммун, вьетнамцев, которые находятся на Украине, поняли, что вьетнамская кухня, она, безусловно, не острая, она пряная, у нее сложный вкус, она насыщенная, но это многообразие как раз дает вьетнамской еде именно вьетнамская зелень. Поэтому у нас началась сложная логистика, где же добыть вьетнамскую зелень в Украине. Нашли харьковчанина, заказали у него новой почтой, уже срезанную зелень, привезли, понятное дело, получилось уже не особо свежо. Потом подумали, ну ничего, не вопрос, на задней локации ресторана построим теплицу, привезем семена из Вьетнама, сами будем выращивать. Ну а потом все-таки судьба оказалась к нам более благосклонна, и мы нашли суперсимпатичную вьетнамку Химу, которая всего в 80 километрах от Киева выращивала, вот ту самую потрясающую вьетнамскую зелень. Нгогай, заурам, вьетнамский базилик, кинзу. Вот такие вот манюнички, баклажанчики, реально, как помидорчик черри. Мы ходили и гостям показывали. Вот, вот это из этого приготовлено, потому что никто не верил. Или наоборот, какие-то кабачки абсолютно разных форм, худые, толстые, длинные, в общем, метровые. Найдя Химу, мы понимали, что в целом тот вьетнамский аутентичный вкус у нас уже практически стопроцентно появился. Многие гости пришли к нам, только мы открыли двери. И, безусловно, все говорили, вау, круто, по-новому, вкусно, классно. Но практически в каждом третьем комментарии звучало только сильно много зелени. Я к этому не привык. Ребята, вы вообще зелень едите? Вот если вам приносят блюдо с зеленью, вы ее на тарелке оставляете или съедаете? Слава богу, боже, какая у нас прекрасная публика. У нас оказалось не так. Мы, конечно же, подумали, ничего страшного. Мы приучим, расскажем вообще о полезности, где вы видели хоть одного полного вьетнамца. Или наоборот, что она дико способствует пищеварению. Ну, в общем, зелень – это класс. Но шло время. Гости голосуют гривной. Мы это ощутили. И решили, что ладно, давайте просто-напросто взвесим, сколько зелени у нас остается в тарелках. Попросили фею на моечке собирать ее всю в течение дня. И вечером пришли с весами. Как вы думаете, сколько зелени за день мы насобирали? Ну, рядом. Мы насобирали 8 килограмм зачищенной зелени. А она же безумно легкая. Ну, то есть реально это практически два пакета 30-литровых мусорных. Поэтому было принято решение взять курс на адаптацию вьетнамской кухни под наше украинское небо. Не могу сказать, что мы полностью перестали использовать зелень. Нет, ни в коем случае. Но мы стали ее обрабатывать практически в сыром виде. Мы ее не давали или уже очень мало. Клейкий вьетнамский липкий рис, который вьетнамцы едят вместо хлеба, мы заменили на более понятный для нашего жителя бурый, нешлифованный, рассыпчатый рис. Мы придумали такие штуки, как лаймовое пюре, к примеру. У нас 8 марта обедал президент с семьей. Они от него были в восторге. Мы ввели такие более понятные позиции, как сотей из мориков на кокосовом молоке и всю зелень дали туда мелкорубленную и обработанную. Ну и безусловно, если до наших изменений к нам приходили на мойку вот такие тарелки, то после к нам уже стали возвращаться опять вылизанные тарелки. Мы, естественно, обратно получили свой финансовый результат, ну и в целом какую-то личную сатисфакцию. Вот. Что же касается грузинского ресторана Чичико. На тот период, когда мы открывались, уже существовало 50 грузинских ресторанов. И в целом все друзья нам говорили, боже, опять хочу порехенкали, елки-палки, они нам так надоели, блин, жирно, все такое. Мы как бы не останавливались, мы приняли курс, что однозначно будем открывать современный грузинский ресторан, ни в коем случае не претендовать на какую-либо традиционность или аутентичность. Поэтому все блюда мы начали пропускать сквозь свое восприятие. Мы довольно-таки часто путешествуем, поэтому мы подумали, что не стыдно использовать в грузинской кухне какие-то заграничные продукты. Таким образом у нас возникли такие крутые блюда, как мы вообще подумали, хорошо, что такое хачапури? Ну хачапури это та же пицца, которую ест весь мир. Поэтому у нас есть прекрасный хачапури марго с сацебели и сулугуни. У нас есть прекрасный хачапури дьявола с бастурмой и аджикой. У нас есть в хачапури четыре сыра. Поэтому, в общем, нет никаких границ для того, чтобы творить. У нас есть мини хинкали с рикоттой и сулугуни. У нас есть лук чиполина с пармезаном. По сути, это то же самое, что грузин делает ежедневно на сковородке, поджаривает лук с сулугуни. Только, понятное дело, одета в красивую, скажем так, ресторанную оболочку с использованием какого-то доп-ингредиента в виде пармезана. Так, что у нас тут следующее? Ой, у нас закончилось, кажется. А, нет, не закончилось. Безусловно, потом мы пришли к следующему вопросу. У нас уже был крутой вьетнамский шеф для нашей вьетнамской бестерономии Чанг. И, естественно, мы подумали, что для грузинского ресторана нам нужен прекрасный грузин. Значит, мы на это потратили четыре месяца и порядка шести тысяч долларов. Мы летали в Тбилиси тестить одного шефа. Двоих привозили из Тбилиси и Кутаиси к нам на дегустации. Еще двоих пробовали, которые уже работали какой-то период в Украине. Но реально сердце в пятый не уходило, а небо не аплодировало. Это при том, что мы даже не ставили задачу, что мы хотим какую-то современную грузинскую кухню. Просто вкусно приготовь. Ну вот как ты умеешь, как ты привык. Ну и тогда мы попросили нашего вьетнамского друга приготовить нам харчо. Ну и, как вы догадываетесь, это был реально лучший харчо в нашей жизни. Таким образом у нас появился бренд-шеф, украинец с вьетнамскими корнями и роднёй в Хошимине, который готовил грузинский харчо как бог. Естественно, мы понимали, что наша публика вряд ли очень радостно воспримет то, что хинкали для них готовит вьетнамец. Поэтому первые три месяца мы это просто не афишировали. А когда гости к нам стали возвращаться по два, по три раза на одно и то же блюдо, то тогда мы уже говорили, что вот это всё готовит вот этот вот парень Ян. Да-да, он вьетнамец, но вам же нравится. Понятное дело, что после того, как они попробовали, уже были какие-то удивления, но супер жёсткой критики мы от них не слышали. Поэтому для меня, наверное, главный вопрос в том, что в ресторане вашем должно быть несомненно вкусно, возможно, современно, всегда стабильно и очень атмосферно. И неважно, ты готовишь аутентичную кухню или она будет адаптирована, осовременена. Неважно, кто у тебя готовит её, грузин или вьетнамец. Важно, чтобы было вкусно. Потому что там, где вкусно, не может быть такого, чтобы у вас не было гостей, а у вас обалденно вкусно. Слушайте, есть тысячи примеров. Один из моих любимых, это наш любимый-любимый дядя. Давайте, они открылись в таком месте, Паньковское. Это, мне кажется, табу ресторанное вообще для всех городских жителей. И если бы мне в 15-м году, когда я искала локацию под маму Манану, предложили бы Паньковское, я сказала «Ха-ха, давайте поищем что-нибудь ещё». Вот, но ребята доказали. У них потрясающе вкусно. Всё, и неважно, что тебе негде припарковаться, ни одного паркинга в округе, пешеходы там не ходят, машины в целом боятся туда ехать, потому что боятся застрять в пробке. Просто вкусно. И это самое главное. Безусловно, следующий этап своего выступления буду говорить, наверное, о самом главном, что есть помимо вкуса в ресторане. Это о команде. Как вы думаете, сколько человек задействовано для создания одного блюда? Это подсказка, я хотела потом сказать. О, да, у вас подсказка на экране. Спасибо, Игорь. Да, примерно 25 человек. Это, ну так, минимум, наверное, для создания одного блюда. Хорошо, у вас есть классный шеф. Цепочка строится таким образом. Классный шеф придумал блюдо. Закупщик купил или поставщик привёз продукты. Бухгалтер их оприходовал. Заготовщик их зачистил. Повар их приготовил. Фея на мойке натерла тарелочку для блеска. Управляющий снизил фоскост, заключив какой-то дополнительный договор. Шеф с управляющим утвердили это блюдо на какой-то тарелке новой, симпатичной, которую предварительно для этого купил менеджер по закупкам. Раннер поднял это блюдо, официант вынес гостю. Благо, пять минут тишины, гость закрыл глаза, наслаждается. Но в этой же цепочке кто-то может стратить. Ошибки бывают всегда и везде. Неважно, поставщик привёз продукцию не того качества. Сушев проморгал. Фея не дотёрла тарелку, и в итоге она грязная. Блюда могут перевернуть. В пустом ресторане могут случиться такие казусы, как хостес, наша любимая, спросит в абсолютно пустом ресторане, повторяю, а резервировал ли гость столик. Или, боже, у нас недавно был официант, вылил просто-напросто бокал пива в новёхонькую Сальватору Фарагамо. Бармен может поддаться модным трендам и сказать, не буду её готовить, американо. То есть, произойти ошибка может на любом этапе. Но, если у вас крутая команда, то любую ошибку можно исправить. Ведь команда, для меня персонал ресторана, это как футбольная команда. У каждого есть своя роль. Нам не нужны какие-то супер-супер звёзды. Нам нужны ребята, которые умеют быть игроками одного единого слаженного механизма. У нас, кстати, ребята собираются Чанг против Чичико и играют раз в месяц в футбол. И если у тебя есть эта команда, то у тебя будет всё хорошо. Я могу привести тысячи примеров, когда крутая команда выруливала из самых сложных ситуаций. Когда мы открывали Чичико, у нашего шефа Яна был реально жутчайший приступ панкреатита. Ну, в общем, о том, чтобы пробовать еду, в целом речи не стояло. Он как бы еле стоял на раздаче. Но ничего страшного. Собрав всю команду, я, Ира, сушефы, мы в целом все пробовали блюда, высказывали какие-то комментарии, доводили вслепую эти блюда. И, безусловно, эффект есть, гости были потрясающе довольны. Или же наоборот, когда мы открывали Чанг, бармены решили, в общем, что незаменимых людей не бывает. И решили, в общем, не реагировать ни на одно наше замечание со словами «А я так вижу». У нас было мнение другое, мы их, естественно, уволили. В итоге, в день открытия Чанга я была старшая по бару. Мы сколотили команду из официантов, которые, может быть, когда-то варили какую-то чашку кофе. Ну, ничего страшного, мы сделали все. Мы сократили меню, оставили три коктейля, но бомбезных, сделали максимальное количество заготовок. И в итоге ни один гость даже не догадался о том, что барменов в ресторане нет. Их просто нет. Вот, поэтому, ребята, сплоченной команде море по колено. И тысячи примеров. Когда-то у нас именинницы, ну, в общем, представьте, там зарезервировали стол заранее, предзаказик. Вот начало день рождения, буквально 15 минут, первый тост. И, значит, нашей имениннице на голову выливается ведро конденсата из вентиляционной шахты. Бывало и такое. То есть мы думали, ну, вот реально все пропало, зрада, зрада, кричали все, и все думали, что, ну, капец нам. Но каким-то образом вырулили, в общем, с ними как-то договорились, перевезли их к ним домой. И именинница нашаманила себе марафет, перевела себя в порядок. Два официанта до ночи раскладывали им закуски и подливали безлимитное, игристое. И в итоге реально это наши суперпостоянные гости. Они празднуют у нас любой свой праздник, а не ходячая реклама для нас, потому что они всем рассказывают, какие мы крутые и из каких ситуаций можно, что даже из таких ситуаций можно вырулить. Поэтому для меня наша команда – это швейцарский механизм часов. Все пазики, все шестереночки максимально друг к другу подходят. Да, мы все знаем, швейцарский механизм – это дорого. Очень дорого. Но, ребята, я считаю, ну, не я считаю, а как показывает, наверное, все-таки опыт какой-то, на команде экономить нельзя. Крутые спецы стоят много денег. И тогда они живут своим рабочим местом, тогда у вас какие-то общие цели, тогда вы идете в правильную сторону, одну сторону. Поэтому команда – залог и главный критерий успешности вашего ресторана. Не жалейте на них денег. Помните о том, что любую еду можно приготовить по-новому, по-современному. Не обязательно гнаться за аутентичностью. Это, возможно, даже уже и не совсем модно – бить себя в грудь, что «а, у тебя локально круто, а специи ты привозишь вот аж оттуда, от самого того-то дедушки». То есть все можно сделать в современном формате, в новой обработке. Неважно, кто у тебя готовит на кухне – вьетнамцы, грузины, украинцы. Главное, чтобы процессом руководили профессионалы и подбирали себе подходящих, стоящих игроков в их команду. Ну, в целом у меня все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Так, так, вопросы должны быть обязательно. Но я же вас просил. Так, скажи, пожалуйста, сколько… Ты можешь сказать инвестиции в квадратный метр или инвестиции в целом в одно заведение? Сколько было проинвестировано или в Чанг, или в Чичико? Я могу сказать по-другому. Я могу сказать, что период окупаемости Чанга составляет порядка двух с половиной лет, а Чичико – около двух лет. Ага, красавчики. Те, кто умеют считать, все сразу же могут посчитать. Какой… окей, все в порядке. У нас, на самом деле, там все делятся цифрами, кому не жалко. Два года шикарный срок окупаемости. Скажи, пожалуйста, фудкост в Чичико порядка 25-30%? Даже чуть ниже, 22-25%. Шикардос. Чанге выше, значительно. Значительно выше за счет… За счет дорогих входящих ингредиентов, морепродуктов. Мы не можем отучить наших гостей о том, что Азия – это не морепродуктов. То, что Азия – это те же свиные ребра, просто под другим соусом. Все требуют, приходят, самые продаваемые позиции – это всегда нем с креветкой, суп с креветкой. Ну, то есть вот везде, где есть морики, это самые продаваемые блюда. Поэтому, понятное дело, ты же не можешь торговать ими так, как положено. Ты ставишь их в рамочку какую-то. А что чемпион по продажам в Чичико? Безусловно, хинкали в любом случае. Хинкали? Как и… У нас есть два вида традиционных хинкалей. Микс поражек. Зелень и не зелень? А. Зелень и… Да, и есть без зелени по санаури. Вот, для тех, которые привыкли к диетическому столу номер пять. Ну и есть современные виды хинкали. Продаются в равных степенях и те, и те. Есть фанатики одних, есть фанатики других. Угу. Ну, слушайте, грузинская кухня, блин. Тут и шашлык, и те же хачапури. Ну, продается все. Тем более, все же привыкли, как бы, что грузинский ресторан – это такая мини-свадьба. Три метра в длиной, два этажа еды на столе, поэтому… Как продается вино в Чичико? Я просто человек заинтересован, поэтому мне интересно говорить об этом долго. Возможно, у вас появились вопросы? Как продается вино в Чичико? Или все же больше чача, пива? Нет, понятное дело, продается больше всего вино, и продается оно в больших количествах. Вино. У нас очень скромная ценовая политика, у нас наценка на бутылку 150-200 гривен. У вас только грузинское вино или не то? Нет, есть еще европейская карта вин для тех, кто все-таки не привык к грузинскому вину и требует классику. Друзья, вы просили меня вопросов о финансах, задавайте эти вопросы. Возникли руки. Я могу… Да. Скажите, пожалуйста, информация о среднем чеке, она актуальна, которая была презентана на сегодняшний день? Да. На гостя. Здравствуйте. Скажите, коктейльная карта есть у вас в Чичико? Есть. А сколько к котелям входит? Десять. Десять. У нас ограниченная коктейльная карта и в Чанге, и в Чичико, она очень небольшая, но постарались сделать какие-то супер-хиты по типу Чача Саур, которая шикарно пьется как на аперитив, так и в течение дня, так и на диджестив, но она очень небольшая. То есть в основном тенденция на вино идет, да? А? В основном вино продается. Безусловно, в грузинском ресторане железобетонно продается вино и литрами оно льется. Скажи, пожалуйста, а коктейлей много продается? Ну просто бывают заведения национальные, специализированные, ставят коктейли, потому что это модно, или это действительно бизнес? Нет, наверное, все-таки, ну опять-таки, с чем сравнивать? С Чачей вином, понятное дело, странно сравнивать коктейли. Продается немного, но порядка 15-20 коктейлей в день всегда. Ну, понятное дело, если сравнивать с баром, в который продают по 200-300 коктейлей за ночь, ну, то, естественно, эта цифра будет смешная. Ну, это их главный бизнес. Естественно. Друзья, еще вопросы? Да, вот, пожалуйста. То есть сколько в квадратный метр вы проинвестировали? Это секрет. Секрет, секрет. Секрет, серьезно? Много. Ну, то есть полторы или две тысячи долларов? Полторы. Полторы? Да, извините. Полторы, прекрасно. Я, Оля, Кристина, такой вопрос. Да. Как вы раскручивались? Потому что я была в ресторане, я была в Чанге, и меня поразило, что там были одни женщины. Вот бабское царство. Ух ты, это вам так повезло. Я была два раза, были одни женщины. Правда? У вас нету ярких вывесок, да, то есть я вас случайно обнаружила, просто пробегая по Ярвалу, вот, галопом, вижу что-то интересное, да, это как бы вот затемненные эти стекла. Как вы раскручивались? Да, за вывесками мы очень следим, очень стараемся делать наш город интеллигентным. Иногда сами от этого страдаем, но тем не менее. Раскручивались исключительно благодаря сарафанному радио. Мы на данный момент не проплатили ни одной копейки, ну, не вложили, скажем так, в маркетинг, кроме социальных сетей. Все. То есть не купили ни одну статью, никакого журнала, ничего. Только сарафанное радио. Но мы просто не первый год работаем в ресторанном бизнесе, поэтому у нас уже есть своя клиентура, которая за нами ходит и ждет, когда и где, что мы откроем. Скажи, пожалуйста, есть ли у вас бюджет на подарки в месяц, угощаете ли вы гостей, есть ли право у ваших админов, ваших официантов, у барменов просто угостить понравившегося гостя или гостя? Все есть, и это, наверное, наш главный маркетинг. Мы довольно-таки часто и много угощаем гостей. Есть отдельная политика для наших именинников, и тут подарки могут достигать и, скажем так, и бутылки вина или еще какого-то презента на дом, который может приехать к нашим гостям. То есть мы работаем точечно с нашими постоянными гостями. Вот. Ну и, понятное дело, угощаем просто симпатичных ребят, которые пришли к нам в ресторан или которые в целом уже напили на туево-кукуево, поэтому таких ребят надо поощрять. Друзья, есть? Секунду-секунду. Очень сложный вопрос. А есть ли доставка у вас? Спрашивают Валерия. Своей доставки нет. Мы сотрудничаем с сервисами, Юдая, экипаж-сервис, и можем отправить курьерское такси из ресторана. Ну, это много или это по чуть-чуть набирает только? По чуть-чуть. По чуть-чуть? Задумываемся о своей доставке. Так. Официанты очень информированы о кухне. Сколько времени занимает подготовка человека? Или все-таки… Ну, грузинская кухня проще, она классическая у вас, то есть модерн. И второй вопрос. Вы говорили, что инвестиции в команду – это важно. Насколько они дороже? В процентах, в деньгах? Смотрите, мы много времени проводим со своим персоналом. Как минимум, у нас есть менеджер, который исключительно учит меню и настраивает человека на работу именно в нашем стиле. Плюс мы проводим… Ну, вот сейчас у нас договор с гудвайном, и у нас каждую неделю тренинги для нашего персонала по барной нашей карте. Серьезно? Это они для всех так делают? Возможно. Лера, ты слышала? Возможно. Вот и выдала секретик. Плюс у нас… Слушайте, у нас есть бюджет. Мы ходим с нашими менеджерами, с нашими… Не только менеджерами, но и теми же официантами по другим заведениям города. Показываем, как правильно, как неправильно. Потому что для того, чтобы понять, как правильно, безусловно, сначала надо точно знать, как неправильно, чтобы так не делать. Вот. Поэтому довольно-таки много времени уделяем именно персоналу. Поэтому, безусловно, очень жалко, когда кто-то уходит. Кузня кадров Чанга Чичико иногда дает сбои, они куда-то уходят. Но мы очень радуемся, когда они уходят в декрет или уже… Или уезжают куда-то за границу. Это тоже для нас очень частая история. Кристина, уделяете внимание на продвижение в социальных сетях? Если да, какой бюджет выделяете на ведение Инстаграма, Фейсбук в месяц? Уделяем, но без бюджета. За полтора года работы мы, наверное, у нас было реально две или три проплаченных рекламы. И то это я так пробовала. Ну ладно, пыльну пять долларов, посмотрю, какой эффект будет. Вот. Поэтому, безусловно, мы как бы делаем посты. У нас есть менеджер, который этим занимается. Он… Мы пробовали уже работать с разными менеджерами, но мы поняли, что пока этот менеджер не будет жить вместе с нами, есть вместе с нами, пить вместе с нами и понимать, как вообще именно наш бизнес и наши рестораны строятся, эффекта не будет. Поэтому сейчас мы просто-напросто одного из администраторов повысили, и теперь это у нас менеджеры по социальным сетям. Нет, исключительно социальные сети. Отличное решение. Еще, друзья? Спасибо большое, дорогая Кристина. И вам большое спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо за то, что вы делаете.